Ну вот мы и дома, вот обычный привычный интерьер, но хочу начать с другого. Сегодня 8 марта. Всех девочек, девушек, женщин, мамочек, мамуль, тёть, крёстных, всех лиц женского пола, я поздравляю с этим весенним днём. У каждого сейчас в регионе разная погода, в нашем регионе зима, мне кажется, решила поселиться, холодно очень, и вот этот вот вирус весь этот гуляет, никак он не может уйти, оно заложено, но тем не менее. Я желаю вам счастья, девчонки. Я желаю вам, чтобы всё, что вы планировали, всё у вас сбылось, чтобы всё у вас получалось, то, что вы хотите, чтобы всё задуманное исполнялось. Это самое главное. Ну и, конечно, не болеть. Всё остальное абсолютно не важно. Это всё остальное абсолютные мелочи. Главное здоровье и гармония в самой себе. Всё остальное это не важно. Сегодня мы с вами будем делать быстрый-быстрый, очень капустный пирог. Я научу, как можно быстро, вкусно его сделать. Что-то сидим, хочется что-то к чаю. Хочется чай с чем-то попить. Ксенечка у нас сделала пахлаву, наверное, забрали они в комнату. Господи, ну какую красивую пахлаву она сделала. Ну что, всё уже, даже я заснять не успела, понимаете. Разлетелись как пирожки. Так, что для нам понадобится? Нам понадобится тонкий лаваш, нам понадобится молочко, у меня кубанская бурёнка. Нам понадобится немножечко сыра, у меня это сулугуни, потому что мы любим сулугуни, у нас в основном всегда сулугуни. Вообще у нас разный сыр, конечно. Лук, морковка, сама непосредственно капуста, маленький небольшой белочек, яйцо. Всё, больше нам не надо будет ничего. Значит, мы режем мелко лук, натираем морковку, я на мелкой тёрке натерла, и ставим на поджарочку. Я сделаю поджарочку на топлёном масле. На хозяюшке, вы знаете, что я использую хозяюшку. Сейчас мы с вами всё приготовим. Большое ведро в этот раз взяла, но хочу в следующий раз попробовать. У нас новая фигма появилась. Масло топлёного, забыл как называется. У Наташи в магазине топлёное масло. Надо же, помнила, как оно называется. Забыл, девчонки. Покажу вам, такая голубая тоже коробочка. Ну, прям классная. С виду классная, внутри не знаю. Вот это, конечно, у меня масло проверенное, хозяюшка. Вкусное масло очень. Так, ну что, мы сегодня отсыпались. Ну, как сказать, отсыпались, да? Мы вчера прилетели во сколько? Часов 8, наверное, вечера. Вышли здесь у нас в Волгограде в аэропорту. Ну, думали, ждует обратно на взлётную полосу. Холод собачий. Там холодно, там другой климат холодно. У нас холодно было, вот от слова зима, как будто минус 20. Там у нас вчера опять, наверное, просквозило. Так, девочки, растапливаем по-быстренькому маслечко. Сейчас оно быстро растопится у нас. Да, и вот, пока мы доехали домой, пока мы всё это поболтали с девчонками, естественно, пока я закинул... А, я вчера не закинула стирку, по-моему, да? Нет. Нет, нет, вчера я закинула сюда мойку. Утром что? Уже просыпаешься там не позже 9 часов утра, и всё, и понеслось весь день. Потом девчонки поехали бабушек поздравлять. Поздравили, приехали, я не поехала, потому что утром встала, опять нос заложен. Ну куда? Так-то я с ними езжу всегда. Не поехала, в общем. Ну и... Весь день домашние дела. А сейчас, думаем, уже надо что-то вкусненькое. Так, одна средняя луковица, одна средняя морковочка. Мы ставим поджариваться на маленький огонь. На маленький огонёк. Прям маленький дел. Следующее, что мы с вами делаем. Вот я выкинула весь этот найсер, дайсер со всеми этими накладками, ножами. Оставила себе только один для капусты. Сейчас с помощью этого ножа я быстренько нашинкую капусточки. Капусточка у нас вот такая с вами. Маленький вилочек. Кирюшку мы сразу отрежем. Верхние листочки я всегда убираю, я их не использую. Так. Выкинули? Кусочек отрезаем. И погнали. Развернуть. Что-то с подручной. Как вам с подручной, так вот и смотрите. Вот, что касается нашей поездки. Калининград. Не производит впечатление европейское. Да, но я там по возможности сняла. То, что они фасады так покрасили, немножечко эти шпили на домах делают, да? Ну, якобы похож, да. Брусчатка тоже. А все остальное, мне кажется, обычный наш город. Значит, по, хотела еще что вам сказать, по воде. У них очень сильно пахнет водопроводная вот дома, дома хлоркой. Очень сильно, как в бассейне. У нас, конечно, другая вода. Вот на это я обратила внимание еще. Конечно, это очень сильно сушит кожу. Очень сильно. Я-то и так каждый раз при нашей получаю, уже в мягкой воде, использую крем для тела. А там надо, я не знаю, утром, днем и вечером. Ну, те люди, которые там живут, они-то привыкают, это понятно. Для них уже это норма вода. Вот я помню, когда моя сестра жила в Краснодаре, я приезжала к ней. В Краснодаре такая вода, она очень мягкая. От слова очень. Вот мы, например, гелем для душа намоешься, намылишься, вернее. Так вообще, что ты вообще никогда не смоешь. Представляете, какая мягкая вода? А там она жесткая, пахнет очень. Климат однозначно питерский. Ну, что там говорится? Солнце, потом тут же метель, когда мы шли в музей янтаря. Это же идти было невозможно. Идти было невозможно. Град, мокрый снег, тут же дождь. Боковой. Хорошо, что у меня был этот площадь. Ну, в общем, пока мы дошли до этой площади, пока мы дошли до этой площади, ой, до этого музея, не было макияжа на лице, было красное в пятна лицо, потому что ветер. У нас уже очень восприимчивая. В общем, в таком виде мы пошли ужинать. А что делать? Домой идти, вот это все они. Грила бурились там как-то. В нашем ресторане мест не оказалось. Мы пошли в борщ и сало. Опять налопались и пришли домой. Вот наш весь день был. А так погуляли, конечно, три дня тут. Круто супер. Ну, еще можно чуть-чуть. Капустный сок как пахнет. В общем, сначала мы с вами обжариваем лучок-морговочку. Пока она обжаривается, мы с вами шинкуем капусточку. Сейчас нашимкуем капусточку. и добавим к нашей поджарке. Зашилкуем и добавим. Вот. А вот нормально. Где-то потрясло, где-то не потрясло. Я раньше была ужасной аэропоркой. А потом у меня был период, когда я три года не ездила в отпуск. Вот столько было у меня работы. Я три года не была в отпуске. Представляете? И вот с того момента, когда мы потом полетели в Египет, все. уже через три года без самолетов. Я села в самолет, который нас повез в Египет. больше аэрофобии у меня не было никогда. Я не страдала больше. сейчас спокойно летаю оранжевую. Только трясолеты, все. Только трясолеты, все. А сейчас? Попыстрее бы в самолет. Сейчас уже такая позиция. Нет, это не найсеры, это не дайсеры. Нет, я больше не буду использовать и сейчас его выкинуть. Херня, херня. Это же ужас. Ну что это? Как-то в прошлый раз я сочила, но резла было получше. А это что-то? Ладно, перо поеду. Сейчас выкинем его. Вот такого количества достаточно. для пирога и добавляем к нашему луку-морфовочке как это в пакетик. И снова до свидания. Не для моих нервов. Вот столько остается капусты. Нет. Руками нарезала и прелестила. Все это фигня. Найсеры, все, да, весеры. Не буду больше использоваться. Сейчас пакет возьму. На полкухни работает. Это не для меня. Сейчас посмотрю, как утушится. Капусточку, может, еще дорежу, что бы. Она же сейчас будет уменьшаться. Мы с вами сейчас, если что, то возьмем и дорежем. Так, майсер, майсер, дорогой. Всего хорошего. Так, в общем, чуть-чуть притомили лук-морфовочку. Нарезали капустыки. Быстренько ее добавили к луку и морковке. И смотрим, как она будет поджариваться. Но нам нужно припустить, понимаете, не вне прям пожарить ее. Нет. Припустить немножечко. Сейчас насачок даст. Посолим сейчас чуть-чуть по коже. Пусть тушится. Сейчас сковородочка еще сильнее разогреется. В общем, обжариваем капусточку. Ну что, у нас прошло 15 минут. Наша капустка припустилась, видите. Ужарилась. Больше добавлять мы не будем, нам не надо. Нам не надо. Что мы с вами делаем? Мы должны сейчас сначала сделать с вами заливочку. Для этого нам нужно область туда. Это не отсюда. Заливочка. Молоко, сыр, яйцо, чуть-чуть зелени. Молоко, сыр, яйцо, чуть-чуть зелени. Молоко, кубанская пырелка, жирность 2,5. Ну, вообще, вы можете любой смазь молоко взять. Любой, который вам хочется. Вот так будет достаточно. Молоко. Удва яичка. Удва яичка. Удва яичка. Духовку включила. И... Одно яйцо, двумя желтками топалось. Духовку включила. Очень жарко. Балкон открыл, жарко. Так, яйца я купила у Годья. С0 сорт. Теперь мы натираем с вами сырочек наш. Наш сырочек. Это... Каши Хабский сырзавод Абхазии. Абхазия. Наверное, нашего не было. Николаевского. Сырокомбината этого. Снимется, так снимется. Расставила немножечко сыр. Сейчас будет не очень хорошо тереться. Я всегда использую вот такую терочку. И поехали. Натрем сайм. Вот так, грамм 70. Здесь у меня кусочек отрезал. Грамм 70. Но опять же, сейчас буду смотреть по количеству. Много сыра тоже не надо. Оно быстро застынет. Даже много. Надо чай поставить. Насечаем. Да, есть этот кусочек. Все, достаточно много. Грамм 30 надо. Грамм 30, не больше. Это я большой кусок отрезала. Большой кусок отрезал. Большой кусок отрезал. Разумоем, чтобы не застревали в отверстиях. Сыр уже засыхает. Очень быстро. А потом его очень тяжело. Что с чеснокодавки, что с терки. Суворок я всегда так делаю. Терпеть не могу, когда застывает. И девчонок своих так же приучила делать. Всегда. Так, посолили, поперчили. Мы уже капусточку, когда она у меня притушивалась. Теперь нам нужно... А, зелень. Так, ну что. Сыр уберет. И порезать зелень чуть-чуть. Зеленушечки сейчас с вами порежем. Для красоты. Будет нам сейчас вкусное чаепитие. 20 минут и он готов. Что надо делать? Очень интересный рецепт. Очень вкусный. Кто любит тушеную капусту, как я, я ее просто обожаю. Где бы я ни была в поездках, я всегда найду, где ее поесть дома. У меня никто не ест, я ее и не готовлю. Раньше делала себе чуть-чуть в мультиварке, а потом что-то это перестала делать. Ну, когда покупаешь вещи, всегда думаешь, ой, я теперь себе это буду делать до каждого дня. Иллюзия. Только все так кажется. Ну, иногда, знаете, когда лежишь там, есть свободное время у тебя на выходных дня. Ты встаешь, и ты и делаешь. Причем с превеликим удовольствием. Я все делаю всегда с удовольствием. Взбиваем, девочки, нашу снизу. Я, если не хочу делать, я делать не буду. Лучше, чем я буду делать не в удовольствии. Так это нам больше не понадобится. Молоко, сырок, яйцо, зеленушечка. Посолили, поперчили, мы уже капусточку готовлю. Девочки, пойду я выберу нос, неприятно ни мне, ни вам. Вот. Так, сейчас я думаю, какую мне взять форму. Форму, да? Для того, чтобы сделать. Вот эту форму, посмотрю. Мне это нужно не это. Мне это нужно не это. Мне это нужно не это. А какую тогда же мне взять. В чем же мне тогда приготовить? Не пойму. Сейчас, секундочку, найду форму. Все отлично, все нашла. Свою форму. Сейчас вам буду показывать самое интересное. Что мы делаем? Мы берем лаваш. У меня словно полка просто не держится. Берем с вами тоненький лаваш. Сейчас я посмотрю, какой размер лаваши. Да, хватит. Вот такой один лаваш. Выкладываем нашу с вами начинку. Выкладываем начинку и распределяем. Я распределяю руками. Вы можете надеть там перчатки для видео или еще что-то. Я все всегда делаю руками. Быстро-быстро распределили. Ровненько. Мы все с вами сделаем руками. Вот так, приблизительно, равномерно мы с вами распределили капусточку. Теперь что мы с вами делаем? Теперь мы с вами заворачиваем. Завернули. Края отрезаем. Пустые края отрезаем. Они нам не пригодятся. И вот такими штучками мы нарезаем. Столбиками. И вот здесь останется маленький столбик. Потом берем наши столбики и вот так их укладываем. Меньше форму надо брать. Большая форма. Так, это большая форма. Большая форма. Что же мне тогда придумать? Что же мне тогда... Так, одну минуту. Вот, девчонки, я взяла форму поменьше. Совсем маленькую форму у меня уместилась. И заливаем нашей заливочкой. Все, отлично. Все покрылось. И отправляем в духовку на 20 минут максимум. Но вы можете это смотреть, как только появится корочка такого приятного цвета, можно уже будет сразу вынимать. Надо было просто больше капусты делать. Ну, знаете, что на 1 лавашка, на полкило капусты нужна будет очень маленькая формочка. Вот в такой формочке мы отправляем наш пирог сюда. На чай всем хватит, поверьте. Попейте, чтобы не остановилось. А если к вам придут гости, то тогда, конечно, пропорции делайте больше. Все, 15 минут у нас сейчас все будет готово с вами. Этот лаваш сейчас все впитает. Весь соус в себя впитает. И это будет очень вкусно. Мне одной точно хватит. Кто не захочет, пусть не пробует. Потому что Алиночка еще может попробовать. Ксеночка, я думаю, не будет пробовать. Поэтому будем смотреть. Через 20 минут я вам покажу, в какой окраске должен оказаться наш пирог с вами. Супер быстрый, типа пирог. Так, мои любимые, у нас прошло 15 минут. Мы с вами достаем наш ленивый, вкуснейший пирог с капустой. Ленивый с капустой пирожок. Ой, прошу прощения. Нет, у меня опять это мои. Быстро. Не буду говорить вслух, что. Наивкуснейший, ленивый, быстрый пирог с капустой у вас готов. К чаю это самое то. Посмотрите, какой красавчик. Посмотрите. Зеленушечка придает вид и очень красиво смотрится. Очень красиво и очень вкусно. Поэтому, мои любимые, заваривайте ваш любимый вкусный чай. Добавляйте травки полезные, добавляйте меда, добавляйте тех, то, что вы любите. Лимончик, то, то, то. Сегодня я, например, утром пила черный чай с лаймом. Вкус абсолютно другой, чем с лимоном, но очень вкусный. Я люблю каждого из вас. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Все мои новенькие подписчики, которые пришли, я каждому очень рада. На сегодня это все. Завтра рабочий день. Начинаем работать и снимать новое видео для вас. Всех люблю, всех целую. Еще раз всех с праздником. До завтра.